Эти несколько фотографий свидетельствуют, как в поселке Сокол строительный мусор вывалили прямо на дорогу перед жилыми домами. Правонарушителей по просьбе местных жителей задержала полиция. Люди возмущены хамским поведением строителей. Ветер поднимется и что будет? Вы представьте, что на сельце будет? Это обалдеть. Кто это вываливает? Да еще с мешками. Вот дня через 2-3 мы это грейдер пригоним, потом землю, потом все это зацепим. А 3-4 дня это будет валяться? Мусор на дороге. Мужчина, называющий себя председателем одного из ДНТ, называет желанием выровнять дорогу. Он высказал свою точку зрения, но жители убеждены, что подобные благие деяния им не нужны. Мы привозим сюда гравий и раскатываем все петушком, заравниваем, чтобы вот этих ям не было. С благими намерениями хотели вымастить дорогу? А это уже свалка строительного мусора на улице 502-й километр. У склада крупной оптовой пивной компании. На этих видеокадрах самосвал готовился вывалить еще несколько тонн мусора, но, завидев, видеокамеру отъехал. Здравствуйте. Остались, пожалуйста. Вот твой мусор строительный вываливаете. Откуда вы везете? Я его не вываливаю. А сюда просто так приехали? Нет, мне надо это, племянницу встретить. Это на свалку едет. Еще одна свалка, но здесь уже работает тяжелая строительная техника. Многотонные грузовики непосредственно у кладбища в поселке Кирзавод трудятся едва ли не круглосуточно. Водитель экскаватора поясняет, он работает на строительную компанию, офис которой находится в комплексе армянская кухня. Мы попытались встретиться с предпринимателем и руководством строительной компании, чтобы выяснить, на каком основании строительный мусор вываливается в городской черте. Но менеджер, в свою очередь связавшийся с юристом компании, пояснила, что нам отказывают в интервью без объяснения причин. А вот в отделе комитета городского хозяйства нам пояснили, свалка мусора в городской черте запрещена законом. По данным трем фактам, отделом административного контроля будет проведена проверка, будет определен круг ответственных лиц и в отношении нарушителей составлен протокол по статье 34 законы Республики Бурятия об административных правонарушениях, за что предусмотрена ответственность для граждан от 100 до 2000 рублей, для юридических лиц от 700 до 7000 рублей. Отметим, активная деятельность сотрудников отдела административного контроля горкомхоза и неоднократные штрафы правонарушителям могли бы повлиять на ситуацию. Но пока же лишь остается надеяться, что обещания разобраться в застарелой проблеме не останутся пустыми словами. Намсара, Намсара, Сергей Костенко, Виктор Еланцев, Доржич Айдопов. Новости дня.